В Ярославле в районе парковой зоны на Которосли прошел Сабантуй. Национальный праздник татар и башкир отмечается более 10 лет при поддержке Ярославской мэрии. Инициатором выступило общественное объединение Татар-Нур. Марина Смарагдова наблюдала, как отдыхали и веселились ярославцы, пришедшие на субботний Сабантуй. В толпе отдыхающих мелькали национальные головные уборы, кальфаки и тюбетейки. Татарский костюм полностью можно было увидеть только у выступающих на сцене. В Ярославль приехали гости из Казани. Уже 10 лет на земле ярославской отмечается этот славный праздник. Наш город многонациональный. Наши диаспоры все живут в мире и согласии. Сабантуй в Ярославле давно уже стал общегородским праздником, который объединяет людей всех поколений, всех национальностей. Национальная борьба куреш, бой мешками, армрестлинг, разбивание глиняных горшков, бег в мешках. Традиционная забава Сабантуя. Я сегодня приехал от имени президента Республики Татарстан Руслана Нургалюча Минханова. Он всем желает счастья и чтобы самого хорошего, хорошего всем настроения и с праздником всем хорошего. Дословный перевод на русский язык, это как бы получается Сабантуй, это праздник плуга. Этот праздник всегда у Татар проводился после весенних работ. Как бы есть такое немножко время, немножко отдохнуть, как бы и перед работой, как бы немножко поразвлечься. Самый оригинальный приз живого петуха разместили на высоком столбе. Добраться до него по абсолютно гладкому стволу удалось не с первой попытки. В нынешнем году на Большие и Малые Сабантуи собрались татары и башкиры 55 регионов России и 23 стран зарубежья. В Татарстане праздник обрел статус государственного. Он проводится практически в каждом населенном пункте. Главное устраивается в Казани. В этом году на нем отгуляли и участники Всемирной универсиады.